В эфире новости из Венгрии на телеканале М1 и я их ведущая Дарья Фоменко. Здравствуйте. Коротко о главных событиях дня. Семья, попавшая в аварию на трассе в Хорватии, идет на поправку. Их лечащий врач дал эксклюзивное интервью нашему каналу. Он сказал, что пострадавшие обошлись без серьезных последствий и могут выйти из больницы в течение недели. Авария произошла неделю назад. Семья остановилась на КПП для оплаты проезда на автобане и в их машину на большой скорости въехал БМВ, у водителя которого оказались серьезные проблемы с наркотиками. Их у него в крови нашли три вида. Почти неделю находился в отделении интенсивной терапии тренер по теннису из сербской Воеводины, который неделю назад попал с семьей в аварию на трассе в Хорватии. Мужчина был доставлен в больницу Загреба. Его состояние оценивалось как критическое. Лечащий врач рассказал нашему телеканалу, что в результате сильного удара были повреждены челюсть, голова, грудная клетка и один позвонок. Осломанные ребра вызвали внутреннее кровотечение. На некоторое время мужчина был введен в искусственную кому. У отца до сих пор проявляются последствия сотрясения мозга. Он часто забывает о произошедшем и, вероятно, уже не сможет вспомнить все в деталях, сообщил врач. Женщина, гражданка Хорватии, также была госпитализирована с травмами грудной клетки. Их сын уже идет на поправку, хотя из-за перелома ноги он пока прикован к кровати, но уже улыбается и вовсю смотрит мультики. Проживающая в Австралии семья в прошлый четверг выехала из Будапешта в Загреб. Они планировали провести отпуск на хорватском побережье. Однако их планам помешало это злосчастное ДТП. 35-летний хорватский мужчина на большой скорости врезался в их автомобиль, стоявший у шлагбаума платной дороги в городе Святи Иванзелина. Как выяснилось, вызвавший аварию мужчина находился под воздействием наркотических средств. В его крови было обнаружено сразу три вида наркотиков. Амфетамин, диазепам и популярный среди посетителей ночных клубов гамма-гидроксибутират. Мужчина никогда не был судим, однако уже долгое время борется с наркозависимостью. За два дня до трагедии он выписался из наркологической клиники. ДТП потрясло в весь регион. Хорватская пресса задается вопросами, почему наркозависимому мужчине не запретили садиться за руль, а после лечения он не был лишен водительских прав. Венгрия отвергает последнее предложение Еврокомиссии по верховенству права, заявила министр юстиции на заседании Совета по общим делам в Брюсселе. Согласно новому предложению, комиссия будет следить за состоянием верховенства права во всех странах ЕС и ежегодно докладывать об этом, если надо, вводить санкции. По мнению венгерского правительства, нет необходимости в новой системе, поскольку уже существуют инструменты для защиты верховенства права. Нет необходимости изобретать новые механизмы и системы мониторинга, по которым, с одной стороны, мы не имеем договорной базы, потому что Конституция ЕС не уполномочила на это Еврокомиссию. С другой стороны, это может стать опасным политическим оружием в руках институтов ЕС или других стран-членов Евросоюза. Мы имеем плохой опыт. Как это все может работать на практике? Европа должна быть единой, сильной в противостоянии глобальным вызовам, и не надо изобретать новые инструменты, способствующие росту недоверия между странами ЕС. Правительство приветствует избрание Урсулы фон дер Ляйн на пост главы Еврокомиссии, сообщил на пресс-конференции правительства глава канцелярии премьер-министра. Гергей Гуяш добавил, однозначно, что большинство правых проголосовало «за», а большинство левых – против кандидатуры бывшего министра обороны Германии. То есть Урсула фон дер Ляйн стала главой Еврокомиссии благодаря поддержке правоцентристского и правого блоков. Неоднократно заявляли о своем доверии к кандидатуре фон дер Ляйн. Важно отметить, что поддержка правительства европарламентариев от правящей партии было абсолютно необходимо для того, чтобы бывшая госпожа министр смогла стать главой Еврокомиссии. Без поддержки венгерского правительства и стран Вышеградской четверки ее не могли бы выдвинуть кандидатам, а без голосов депутатов от правящей партии ее не смогли бы избрать на пост главы Еврокомиссии. Виктор Орбан и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в резиденции премьер-министра обсудили 125-летний юбилей создания МОК и важнейшие вопросы международного спортивного мира. Томас Бах прибыл в Будапешт на открытие чемпионата мира по фехтованию. На совещании шла речь о том, что Будапешт сегодня, бесспорно, является одной из важнейших спортивных столиц мира. Участники высоко оценили и то, что Будапешт, расположенный в самом центре Европы, легко доступен из любой точки мира, а Венгрия – это одна из самых безопасных стран. Рекордное число парусников – более 500 – приняли участие в самой крупной озерной регате «Синяя лента» на венгерском Балатоне. 51-я парусная регата стала ярчайшим праздником озера Балатоны парусного спорта. Старт был дан в 9 утра. В запасе участников есть 48 часов, чтобы обогнуть Балатон. Гостей ждут разные программы – выставка моделей судов, симулятор парусника, соревнования по скоростному парусному спорту и уличный бал. В эти дни в зоопарке Нередьхаза можно увидеть одну из самых крупных бабочек в мире. Павлиноглазка-атлас обитает в тропических лесах Юго-Восточной Азии. Встречается очень редко, активно ночью. Ее особенность в том, что у взрослых особей нет рта. Бабочка спаривается, откладывает яйца и через несколько дней умирает. Работникам зоопарка впервые удалось обеспечить размножение редкой павлиноглазки. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Я желаю вам всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова